Они родились в Чувашии, служили в разных частях страны, но не теряют связи со своей малой родиной. Накануне Дня Защитника Отечества в республику приехали высшие офицеры, которые прославились на военной стезе. Сегодня с ними встретился глава Чувашии. Они часто приезжают на родину, встречаются с кадетами и школьниками. Рассказывают, что были потрясены тем, как юные воспитанники кадетской школы пели гимн. Именно с этого, по словам вице-адмирала Владислава Ильина, начинается патриотическое воспитание. Откровенное, близкое с пониманием отношений к военным делам, патриотическому воспитанию, оно непременно даст положительные результаты, если уже не дает. Молодые люди из Чувашии без проблем поступают в высшее военное училище. Сейчас в Москве учатся более ста курсантов, из них пять девушек. Наших военнослужащих высоко ценят. Среди приехавших в республику генерал-лейтенанты Николай Гаврилов и Станислав Ворнов, полковник Иван Николаев. Все они немало делают для воспитания подрастающего поколения. Николай Гаврилов был инициатором установки вертолетов в Чувашии на родине героев России. Например, в Канашене давно появился такой памятник. Еще один скоро планируется открыть в Красноармейском районе. Мы хотим и впредь участвовать шире и активней в этой работе. Защита Отечества – это святая задача всех граждан Российской Федерации. Мы очень рады, что уроженцы Чувашской Республики, благодаря мудрому руководству республики, активному участию моих коллег, товарищей, достигли больших успехов в Российской Федерации. Приехали в Чувашию братья Сидоровы. Они родились в Самарской области. Но связи с родиной предков не теряют. Вся их семья посвятила жизнь служению родине. Их можно назвать военной династией. Сейчас в рядах вооруженных сил и восемь их племянников. Каждый чувствует силу духа вот этих наших уроженцев, дорогих гостей, которые в свое время избрали путь служить Отечеству. Они воспитали не одно поколение, которые сегодня учатся, служат, охраняют наши границы. Обеспечивая тем самым стабильность общественно-политическую, стабильную ситуацию на территории Российской Федерации, нашей любимой Родины. Генералы пообещали приезжать в республику почаще, чтобы почаще встречаться с молодым поколением и воспитывать его в патриотическом духе. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.